МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Вот и воскресенье, долгожданный выходной. Чтобы он не прошёл зря, вам просто необходимо зарядиться хорошим настроением. Удачный проект, то, что нужно для позитивных перемен в жизни. Сегодня мы делаем интерьерный микс. Кухня, гостиная и даже спальня в одном помещении. Также вы узнаете, как стилизовать печь под камин, сделать кресло-гамак. Нам понадобится маркер, которым мы будем отмечать наши заветные 25 сантиметров. Как превратить цукини с баклажанами в кулинарный шедевр. Бабагануш! И какое растение является овощем, ягодой и цветком одновременно. Сегодня мы будем делать дачную кухню-гостиную для семьи моряка Сергея Грицука. Правда, он, бороздя просторы океанов, об этом пока не догадывается. Сюрприз для мужа решила сделать Ольга. Она не может жить без общения и позитивных эмоций. И, наверное, поэтому выбрала себе профессию учителя рисования младших классов. Полная ей противоположность – спокойная, но своенравная дочь Марина. Как и многие современные подростки, она любит экспериментировать с внешностью, слушать альтернативный рок и даже кататься на скейте. Несмотря на разность характеров, Ольге и Марине никогда не скучно вместе. Они с радостью помогают друг другу в дачных хлопотах. Здравствуйте! Здравствуйте! Меня Иван зовут. Меня Оля. Меня Марина. Очень приятно. Я так понимаю, что я попал в исключительно женскую компанию? Пока да. Мой муж моряк, и сейчас он в рейсе. То есть вы хотите сделать папе сюрприз? Да, я думаю, он очень обрадуется. Тем более мы давно планировали сделать ремонт. Эта дача еще у моих родителей, и она нуждается в реконструкции. Я думаю, что удачный проект станет удачным стартом вашей реконструкции. Ну, конечно. И с какой части дома вы хотите начать ремонт? Пойдемте, мы вам покажем. Пойдемте. У каждого дома есть своя история. И этот не исключение. По внешнему виду несложно догадаться, что ему уже лет до лет. Неудивительно, ведь его построили Олины родители более 30 лет назад. Но чем старше дом, тем больше приятных воспоминаний с ним связано. Вот это помещение. Это у нас и кухня, и гостиная, и даже спальня. Спальня? Да. Настоящие походные условия на кухне? Другого выхода пока нет. А гости часто бывают? Да, часто. Этим летом к нам приезжали кумовья, отдыхали у нас, выходили на канал, купали, сделали шашлыки. Ну, в общем, провели хорошее время. Марин, а часто ты своих друзей сюда приглашаешь? Нет, здесь нет походящих условий. Но надеюсь, что после вашего ремонта я на верстаю упущенное. Я в этом даже не сомневаюсь. Насколько мне известно, следующим летом ты заканчиваешь школу. Ну, да. Ольга, готовьтесь. Вечеринки после окончания школы еще долго будут помнить соседей. Ну, я в друзьях Мариновых не сомневаюсь. Они очень хорошие ребята. Какие у вас есть пожелания относительно ремонта? Может быть, цветовая гамма нравится определенная? Да, я предпочитаю светлые и теплые тона. А может быть, что-то в обустройстве кухни должно обязательно появиться? Ну, мне бы хотелось, чтобы у нас появилась мойка, чтобы было много полочек, чтобы была хорошая рабочая зона. А, простите, кумовей на полочках будем складывать спать? Ну, было бы неплохо, если бы здесь появился диван. Диван? Да. Ну, если решит, так ваш дизайнер. Я обязательно передам все ваши пожелания нашему дизайнеру. Дизайнер Надежда Чумак уже второй раз будет сотрудничать с удачным проектом. Напомним, она выпускница Харьковской академии дизайна и искусств и уже более 10 лет в профессии. Надежда оформляет самые различные по назначению помещения. От квартир до салонов красоты. Надежда, перед нами сегодня стоит непростая задача. В этом маленьком помещении нам нужно сделать полноценную кухню, столовую и спальню. Да, задача достаточно сложная. Тем более, что мы имеем дело с проходным помещением, в котором находятся три двери. Это значительно усложняет задачу, но мы постараемся все функционально организовать. Ты уже придумала, как это будет выглядеть? Да, для начала нам нужно зонировать помещение на зону кухни и зону гостиной. И объединяющим элементом в нашем помещении будет служить действующая печь. Единственное, что мы с ней сделаем, мы ее декорируем, чтобы она вписалась в стиль нашего интерьера. А в каком стиле будет выполнен интерьер? Я думаю, что это будет современный модерн. Этот стиль создает легкий, гармоничный и комфортный дизайн для проживания и идеален для тех, кто ценит домашний очаг. От других стилей современный модерн отличается простотой и лаконичностью, мягкими оттенками. Но главным его критерием является красота. Она должна быть во всем, даже в самых незначительных предметах интерьера. Надежда, как будет сочетаться между собой зона кухни и зона гостиной? Мы будем объединять это все цветом, фактурой на мебели и декоративными элементами. Ну что ж, мы можем приступать? Да, давай. Итак, в первую очередь мы распрощаемся со старой мебелью. Выбрасываем ее без зазрения совести, поскольку ни эстетической, ни практической функции она уже давно не несет. Снимаем также старый линолеум. Под ним мы видим пол из дуба. Это достаточно прочный материал, однако и на него повлияло время. Впрочем, как и старые межкомнатные двери, снимаем их с петель. И последний штрих демонтажных работ скажем «до свидания» вот этим обоим. На этой даче жили исключительно в летнее время года. Поэтому абсолютно неудивительно, что в доме до сих пор не появился водопровод. Что ж, удачный проект решил исправить это недоразумение. Канализация – один из важных моментов в построении дома. Первым делом необходимо выбрать место для будущей канализационной системы. Желательно, чтобы оно было недалеко от дома. В выбранном месте роем сточную яму. Здесь у нас будет располагаться бетонная конструкция по очистке вод. Далее внутри дома роем траншею. Прокладывая трубопровод, обязательно делаем уклон. Он должен составлять 3-4 сантиметра на погонный метр. Убедившись, что трубопровод надежно соединен с наружной конструкцией слива, можем засыпать его землей как внутри, так и снаружи дома. Раз уж мы обеспечили этот дом канализацией, настало время подумать о приобретении мойки. Я, как всегда, далеко ходить не буду, а посмотрю этот товар в интернет-магазине «Розетка». Так, в разделе «Сантехника» наверняка есть то, что нам нужно. Надо же, более тысячи моек. Закажу вот эту. Все-таки хорошее это дело интернет-магазин. Как по мне, величайшее изобретение 21 века экономит массу времени. Но расслабляться не будем, нас впереди еще ждут ремонтные работы. Приступаем к стяжке пола. Будем использовать обычный цементно-песчаный раствор. Для того, чтобы бетонная стяжка получилась ровная, мы установили систему маяков. Это специальные профили рейки, распределенные по полу. С помощью провила разравниваем поверхность. Следует учитывать, что цементный раствор схватывается примерно за 40-60 минут. Поэтому медлительность работы может существенно сказаться на качестве результата. Начало осени. Время овощного бума. Рекомендуем все дары природы сразу отправлять на гриль. Тем более, что сейчас мы вам подадим хороший пример. Доброе утро! Мы приготовим два блюда. Совершенно верно, из ягод и из тыкв. Потому что баклажан – это ягода. А кабачок, или как говорят в Италии, цукини, родился в Латинской Америке. Поэтому у нас говорят получить в тыкву, а там калаберра де калабаци. То есть получить в цукини. Итак, мой друг, вы еще отдохните, а мы пока займемся ягодами. Итак, берем нож и делаем крестовые надрезы. Баклажан родился в Восточной Индии. Поэтому из баклажанов мы сделаем традиционное восточное блюдо – бабагануш. Ха, как звучит! Почти как в Армению съездил. Итак, баклажаны у нас готовы. И мы переходим к чесночку. Мы его делаем немножко мельче. И вставляем в эти крестовидные дырочки. Баклажан называют на Востоке плодом долголетия. Потому что в нем много калиев для сосудов и сердца. Ну что ж, теперь мы берем и живьем этих ежиков, кладем в огонь. И будем смотреть, как они горят. Я серьезно. Наши баклажаны будут готовы тогда, когда от шкурки ничего не останется. Ну что ж, от баклажанов переходим к кабачкам. Мы их срезаем попки. Кабачок родом из Мексики. И вот это и объединяет Украину и Мексику. И там, и здесь лузгают семечки. И в 18 веке хитрые итальянцы придумали кабачок не только лузгать, а есть все. И семечки, и плод, и даже его цветы. Кстати, есть тоже общее между баклажанами и кабачками. Их тоже едят недозрелыми. Чтобы не портить вкус мякоти, семечками и этой толстой кожурой. Для кабачков нам понадобится соус. Мы берем чесночок, который у нас остался, и мелко его натираем. Я советую всем мамам, первое, что давать ребенку, это кабачок. Ну, во-первых, он низкокалорийный. Во-вторых, быстро усваивается организмом и помогает пищеводу. Да, кстати, к чесночку мы добавляем оливковое масло. Если это итальянское блюдо, ну как же оно без лимона? Добавляем в этот же соус. Чтобы семечки не упали, нужно делать через руку. Я рассказывал про то, что итальянцы все едят в кабачке. И семена, и плоды, и даже цветы. И вы знаете, будучи в Риме, я попробовал потрясающие цветы кабачка во фритюре. Всем советую. Ну, и начинается огненная магия. Кладем их на решеточку над мангалом. Внизу у нас баклажаны, а сверху у нас цукини. Пока наши цукини томятся, мы приготовим одежду для блюда. Потому что нельзя просто бросить его на тарелку. Его надо красиво еще оформить. Делаем цедру. Готово. Ой, какая прелесть. Запах какой. К любому кабачку всегда лучше добавлять чили. Все-таки два латиноамериканских блюда должны объединяться в одно итальянское. Вы знаете, вот я заметил, что итальянцы все время мяту кладут везде. Судя по запаху, кабачки надо перевернуть. Вот этот вообще потрясающе. Баклажаны готовы. Выкладываем на тарелку. Вот такие ежи. Пока баклажаны остывают, мы сделаем кунжутную пасту. Кунжутная паста готова. Баклажаны теперь нужно почистить, нарезать и бросить в блендер. Теперь мы добавляем кунжутную пасту и оливковое масло. Конечно, перчик. Петрушку. Грязно рвем. Соль. Ну а дальше дело техники, как говорится. Так, а теперь быстренько снимаем кабачки, потому что сгорят. Кабачки у нас готовы. Бабагануш готов. Осталось только красиво сервировать. Можно посыпать сверху кунжутными семечками. Готово. Теперь мы добавляем цедры. И добавляем пармезан. Очень дорогой сыр. Только в Италии он очень дешевый. Ну, если у вас нет пармезана, то можно заменить любым твердым солоноватым сыром. Итак, деталь. Приятного аппетита. Работа на кухне идет полным ходом. Итак, мы уже провели канализацию, залили бетоном пол и заложили кирпичом окно. Теперь мы можем приступать к монтажу гипсокартонной конструкции. Гипсокартоном будут обшиты все стены и потолок. А в кухонной зоне и в зоне гостиной при помощи этого материала мы сделаем потолочные опусы. Крепить гипсокартонные листы будем по стандартной технологии, на профилях. Однако перед этим утеплим стены минеральной ватой. Кстати, прототип современного гипсокартона появился в Америке в середине 19 века. Тогда он назывался просто строительной доской, которая состояла из 10 слоев бумаги, склеенных гипсом, и имела толщину 5 миллиметров. А уже в начале 20 века гипсокартон усовершенствовали до варианта, который сохранился по сей день. Слой гипса с оболочкой из картона. Кстати, обшивая стены, не забываем про вывод электроточек. Сейчас мы ненадолго отвлечемся от дачных работ и узнаем, как неожиданные предметы превращаются в необычную дачную мебель. Итак, мы сегодня будем мастерить кресло-гамак. И вот этот вот металлический обруч послужит нам каркасом для нашего чудо-изделия. Для начала мы разберемся с тканью. Ткани у нас должно быть много. Если обруч у нас диаметром 95 сантиметров, то ткань должна быть на 25-30 сантиметров больше. И выкладываем четко посередине наш обруч. Нам понадобится маркер, которым мы будем отмечать наши заветные 25 сантиметров. Чем больше размер круга, тем глубже будет ваш гамак. Но в очень глубоком гамаке вам сидеть будет неудобно. Знаете, если бы я оказалась на необитаемом острове, первым делом я бы сделала вот такой гамак. Вы спросите, из чего? Из бамбука, конечно. Кстати, первые обручи делали именно из этого материала. Я бы сидела в таком гамаке, попивала кокосовое молоко. И таких кругов у нас должно быть два. Теперь в один из них мы вшиваем молнию. И для этого нам нужно сделать отверстие. Очень важно, чтобы длина вашей молнии была равна 95 сантиметрам. То есть диаметру вашего обруча. Вот шью я себе шью, а мысли мои возвращаются к необитаемому острову. Это, наверное, потому, что первые в мире гамаки были придуманы индейцами. Так они могли прекрасно выспаться, и им не страшны были ни дикие животные, ни ядовитые змеи. Теперь сложим два круга лицевой стороной внутрь и соединим их машинным швом. Теперь нам нужно вывернуть его на лицевую сторону. Вырезаем в нем четыре отверстия, для того, чтобы гамак можно было повесить. Обработаем края отверстия тесьмой. Чтобы вам было комфортнее подсчитывать свою любимую литературу в гамаке, я рекомендую обшить обруч синтепона. А я это уже сделала. Все детали готовы. Чехол надеваем на каркас. Нам осталось всего лишь подвесить гамак. А для этого нам понадобится веревка, которую мы разрезаем на четыре части. Веревки должны быть разными по длине. Две по 2 метра 20 сантиметров и две по 2 метра 80 сантиметров. Каждую из них мы складываем пополам и на концах завязываем узлы. Продеваем каждую из веревок в отверстие и затягиваем на обручь. На необитаемом острове или в городской квартире, где бы вы ни находились, такой гамак будет всегда поднимать вам настроение. Экспериментируйте! Как мы видим, межкомнатные двери уже установлены, а стены и потолок обшиты гипсокартоном. Сейчас мы нанесем на них штукатурку, после чего мы их окрасим в два оттенка светло-бежевый и терракотовый. Перед штукатуркой нужно подготовить гипсокартонные швы и углы. На стыке листов клеим армирующую сетку и наносим специальную гипсовую шпаклевку. Практически то же самое делаем и с углами, только вместо сетки крепим строительный уголок. Это необходимо сделать, чтобы поверхность стала идеально ровной. Теперь можно нанести штукатурку на весь гипсокартон. После высыхания стен приступаем к покраске. По проекту дизайнера кухонная зона взяла на себя более светлый оттенок, бежевый. А терракотовый цвет украсил зону гостиной. Оставив бригаду строителей под строгим надзором дизайнера, я приехал в дом коленным свекром. Несмотря на то, что ее муж сейчас находится в рейсе, это нам не мешает познакомиться с его родителями. Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте, Иван! Здравствуйте! Знакомьтесь, это моя вторая мама, мама моего мужа, Анна Ивановна. Очень приятно. Очень приятно. Проходите теперь к столу. Здравствуйте! Здравствуйте! Меня Иван зовут. Александр Данилович. Очень приятно. Очень приятно. Пожалуйста, присаживайтесь. Так как у нас строительная передача, хочется сразу же спросить, вы делали когда-нибудь ремонт своими руками? Делал по молодости. В квартире обои клеил. Ну, почему только обои? А дом вот этот кто построил? Это уже было потом. То есть, вы один дом построили? Да. Один сам. Сначала фундамент, потом один этаж, потом второй этаж и накрыл. Крышу накрывал сыном вдвоем. Три проекта было. Вот выбрал третий, самый такой... Третий получился и по финансам нормальный, и более такой практичный. Три уровня. Маленький, небольшой, но аккуратный. Вот я покажу фотографии. У нас вот вместо этого дома была вот такая времяночка. По-народному называли Шанхайский домик. А это наша вот семья. Это Сережа только поступил в мореходку. Это дочь наша, на пять лет его моложе. Но это мы с мужем. Это он уже в Петропавловск-Камчатске. Его направили на предипломную практику. Анна Ивановна, а вы помогали супругу делать ремонт? Ну, конечно. Ну, как же не помогать? Один строит, жалко. Выносила мусор, убирала, кирпичи, ведро складывала, а он на веревочке подымал, когда уже пол дома построил. А основным я занимаюсь огородом. Ага, понятно. Ну, я обратил внимание, здесь и дом, и сад, все просто великолепно. А я, как начинающий огородник, всему учусь у своей мамы Анны Ивановны. Она мне рассказывает, как садить, как поливать, как стычь травку, ну, и многое другое. Александр Данилович, а вас не удивило, что сын выбрал такую профессию интересную? Абсолютно. Я сам служил на флоте. Море – это болезнь. Кто один раз пошел, его тянет. Я бы тоже сейчас пошел, но меня уже не возьмут. Скажите, а сколько для царейса обычно? Ну, у него сейчас большие длины, по полгода грейса. Это, конечно, тяжело выдержать. Потом он приходит 2-3 месяца, ну, пока его опять не вызовут. Ольга, а тяжело быть женой моряка? Да, тяжело. Когда он уходит на полгода, ты привыкаешь жить одна, ты и за папу, ты и за маму. И очень, конечно, ждешь, что он пришел, и тебе уже начинал во всем помогать. Между прочим, эта программа будет выложена в интернете. Если вы хотите, вы можете передать Сереже привет. Я думаю, что ему будет очень приятно вас увидеть. Сынок, мы передаем привет. Большой привет. Ждем тебя. Скорее возвращайся, чтобы у тебя все было хорошо. Сережа, мы тебя любим и ждем. Возвращайся быстрее. Ну, папа, скромно. Семь футов подкили. А мне пора возвращаться к ремонту. О, Марина, привет! Привет. Как дела ваши? Хорошо. Научишь на скейте кататься? Да я пока сама учусь. Ну, я тогда тоже не буду рисковать. Всего счастливенького. Спасибо. Пришло время установить новую входную дверь. Я думаю, что хозяевам понравится наш выбор. Старую, совершенно ненадежную входную дверь мы сейчас заменим на металлопластиковую от торговой марки VDS. Благодаря новой двери со сплошным стеклопакетом в комнате появится дополнительный источник света. При этом дверь будет абсолютно надежно защищать дом. Кроме того, что современные стеклопакеты очень тяжело разбить, дверь укомплектована фурнитурой с замком для большей безопасности. Но самое главное, дверь поможет сохранить тепло внутри дома, поскольку она изготовлена из качественного профиля и энергосберегающего стеклопакета. Порог здесь тоже из профиля, а не из алюминия. Такая конфигурация обеспечит высокий уровень тепла и шумоизоляции. К тому же дверь будет отличаться прочностью благодаря использованию толстого квадратного усилителя. Чтобы создать атмосферу уюта и подчеркнуть интерьер, мы выбрали дверь из ламинированного профиля в цвете золотой дуб. Его золотистый солнечный оттенок добавит комнате особый шарм. С такой дверью в нашей кухне-гостиной будет по-настоящему уютно, тепло и безопасно. В нашей кухне, начиная с грунта, заканчивая маленькой декоративной деталью, все абсолютно новое. Будет очень обидно, если со временем пыль и копоть испортят красоту интерьера. Поэтому я заказал в интернет-магазине «Розетка» новую телескопическую вытяжку. Делать покупки в интернете легко и удобно, а главное – надежно. На данном этапе уже проведена канализация, забетонирован пол, стены и потолок обшиты гипсокартоном и покрашены в два цвета. Ну а впереди нас ждет много интересных решений от дизайнера Надежды Чумак. Я разрабатываю нашу кухню в стиле современный модерн. Предлагаю модернизировать нашу печь. Своеобразную столешницу мы задекорируем темно-коричневой плиткой. Декоративный кирпич очень удобен и подходит для выполнения самых различных отделочных работ. Следим за тем, чтобы промежутки между камнями были ровными. В нижней части конструкции получилось прекрасное место для хранения дров. Теперь печь, как и было задумано дизайнером, напоминает камень. Для нашего интерьера мы выбрали линолеум цвета выбеленной дуб. Покрытие хорошего качества, поэтому прослужит долго. Однако многое зависит от правильной укладки. Мы выбрали влагостойкий линолеум с антибактериальными свойствами. Для начала разрежем линолеум специальным ножом. Укладывая получившиеся части, особое внимание следует обращать на углы. Убедимся, что покрытие лежит правильно и только после этого обрежем лишнее. Я очень люблю, когда в интерьере используются предметы, сделанные своими руками. Они всегда привносят в него шарм и уют. И сейчас я сделаю часы для нашего интерьера. Это будет аппликация, выполненная в нестандартной технике. Кладем на основу льняную ткань и вырезаем ее по контуру, оставляя припуски в 2 сантиметра для обработки краев в виде бахромы. Уникальность данной аппликации состоит в том, что она делается без грамма клея. Ткань к основе крепится при помощи толстых нитей. Обматываем ими со всех сторон будущей часы. Затем продеваем под нити лоскуты из других тканей. Теперь вставляем сам часовой механизм. Он может быть взят из любых старых часов, надоевших своим дизайном. Поскольку наши часы будут висеть на кухне, стрелки для них будут стилизованы под столовые принадлежности. Вилку и ножик. Вот и все, часы готовы. В унисон им можно сделать вот такую рамку для фотографий. Я думаю, что они оригинально украсят наш интерьер. Ну, а мы приступаем к установке корпусной кухонной мебели. Все ее части должны быть предельно функциональны. Итак, мебель уже установлена. В ней не хватает только одного очень важного элемента. Это мойка. Ее доставили вовремя, как и обещали из интернет-магазина «Розетка». Так и хочется что-нибудь помыть побыстрее. Итак, что мы имеем? Удобную рабочую поверхность, куда будет встроена мойка и плита. В зону отдыха мы ставим мягкий и уютный диван. Ну и какая же гостиная обходится без стола и стульев? Я всегда считал, что растения, о которым дальше пойдет речь, используются только для декора. Но оказывается, все намного интереснее. Здравствуйте! Ну сколько же можно терпеть подобную несправедливость? Красивое, вкусное, полезное и неприхотливое в уходе растение незаслуженно забыто. А я, между прочим, говорю о ближайшем родственнике томата – физалисе. Это уникальное и очень интересное растение. Физалис похож на яркие, оранжевые китайские фонарики. Интересно, что во Франции, когда мужчина дарит своей любимой физалис, это означает, что он счастлив будет иметь от нее ребенка. Физалис бывает трех видов. Декоративный, вот как этот, на веточке яркие фонарики, и каждый из них содержит маленький, круглый плод. Однако я хочу заметить, что эти плоды несъедобны, они токсичны, и лучше их не употреблять в пищу. А съедобны – это у нас физалис овощной и физалис ягодный. Открываем. И вот такая яркая, хорошая ягодка. Этот физалис – сорта томатилла. Он очень крупный, зеленого цвета. Как видите, этот плод уже треснул, и видны очень хорошо на нем семена. У нас имеются семена нескольких сортов. Например, физалис кондитер. Это овощной сорт. Из него можно делать салаты, сок, и, допустим, всевозможные заготовки на зиму. Берем специальную кассету для проращивания. Выкладываем торфяные таблетки. Они имеют свойство увеличиваться в объеме. А пока таблетки набухают, я хочу показать, какие интересные заготовки можно сделать из физалиса. Здесь находится физалис сорта кондитер, который закрыт вместе с яблоками, кизиллом и барбарисом. А в этой банке физалис сорта томатилла, который закрыт вместе с кабачком, перцем и помидором. Также у нас имеется физалис ягодный. Из него можно приготовить цукаты, его можно вялить, украшать им торт и также приготовить очень вкусное сладкое варенье. Наши таблеточки приобрели нужный размер. В центр каждой таблетки мы выкладываем по одному два семечка. Когда наш физалис прорастет и пора будет высаживать его в открытый грунт, можно будет высадить прямо вот с этим вот грибочком. Это поможет растению избежать стресса, и оно будет лучше развиваться. Физалис – растение высокорослое, и когда оно будет вырастать у вас около метра высотой, то обязательно нужно его подвязать. Иначе хрупкий стебель может не выдержать тяжести плодов. Собирают физалис, начиная с августа месяца, по мере созревания плодов. Собирая спелые нижние, а тем временем верхние, маленькие, продолжают завязываться. Кроме своих декоративных и вкусовых качеств, физалис обладает еще и лечебными свойствами. Поселите у себя в саду это замечательное растение, и вы никогда об этом не пожалеете. Вот и подошли к концу ремонтной работы, а это значит, что пора приступать к самой интересной части оформления интерьера – декору. Теперь наполним комнату приятными мелочами. Итак, пришло время впустить сюда не только естественный свет, но и искусственный. В этом нам помогут целых три источника освещения, а также уютная плетеная нитями лампа над столом в гостиной. Тему нитей продолжит условная перегородка между двумя зонами, изящно декорирующая холодильник. Но на этом они не оборвутся, а будут виться дальше, уже в качестве штор. Такую текстильную композицию прекрасно дополнит оранжевый тюль органза. Не забудем мы и про дизайнерские часы, также со всех сторон окутанные нитями. Через несколько минут сюда войдут Ольга и Марина. Я хочу подытожить нашу работу. В первую очередь мы провели в кухню трубопровод и забетонировали пол. Заложили кирпичом одно из окон и обшили стены и потолок гипсокартоном. Действующую печь внешне задекорировали под камин. На пол постелили влагостойкий линолеум. Установили корпусную мебель в кухонной зоне. Цветовым решением визуально разделили помещение на две зоны. Кухню и гостиную. И оформили интерьер в стиле современный модерн. Здравствуйте! Здравствуйте! Рад вас видеть! Мы тоже! Ну что, милости просим? Спасибо! В саду вас ждет первый сюрприз. Марина, мы обратили внимание, насколько ты любишь слушать музыку, поэтому мы решили сделать небольшой подарок. Вот такое вот кресло. Рискнешь? Да. Попробуй! А из чего он сделан? Он сделан из обруча и плотной ткани. Удобно? Ну что, вы готовы встретить главный сюрприз сегодняшнего дня? Да, готовы. Давай, пожалуйста, пойдемте. Марина, ты как, выкарабкаешься? Да. Да. Та-дам! Пойдемте. Да. Так. Да. Вы готовы? Да. Открывать дверь и заходить? Угу. Боже, какая прелесть. Я обалдеть. Вау. Класс. Маринка, видишь? Вау. Здорово, да, Тотя? Как же круто. А можно посидеть на диванчике? Какой хорошенький. Боже, какая красота. Я вообще не верю, что это наша дача. Дусь, нравится? Ага. Такая. Посмотри, какая люстра, Дусь. Боже, супер. Боже, я не верю. Фух, мне жарко. Боже, это чудесно. Узнаете вашу кухню? Нет, не узнаю. Здесь теперь можно и ночевать, и кушать, и встречать друзей, приводить друзей, Мариночку, между прочим. Я думаю, что им тоже теперь понравится. Хочу обратить ваше внимание на эти часы, которые достойно украшают стену. Да, это наш дизайнер. Дело специально, эксклюзивно для этой кухни. Здесь как бы вся идея переплетения огромного количества нитей. А где окно делось? Окно мы заложили кирпичом и заделали гипсокартоном. И хочу обратить внимание, что света стало не меньше, так как у вас появилась новая дверь. Посмотри, какая красивая кухня. Пошли посмотрим. Пожалуйста, она уже давно ждет вас. Боже, какая красота. Варочная поверхность, о которой я, наверное, всю жизнь мечтала. Причем она очень функциональная, потому что состоит из двух половинок. Если нет газа, можно приготовить на электричестве. И мойка. Боже, я так мечтала, чтобы у меня была моечка. Даже больше у вас теперь в доме есть собственная канализация. Ой, здорово. Давай посмотрим, какие тут у нас... Ой, как легко открываются, да? Марина. Правда? Удобные такие, большие, вместительные. Ой, посмотри, какая прелесть, да, для посуды. Здорово. Классно. Боже, сколько полочек. Тут можно все, что угодно хранить. Какая красивая, смотри. Да? Столешница, цвет такой красивый. Прелесть. Хочется спросить, узнаете ли вы свою старую печь? Нет, не узнаем. Она немножко как бы видоизменилась, и теперь... Что она вам напоминает? Камин. Я мечтала, чтобы у меня был камин, и теперь действительно она очень похожа на камин. Ну, красиво, правда? Угу. Облагородила так нашу печечку. Видишь, есть куда дрова положить, здорово, да? И хорошее тут. Что-нибудь приготовил, поставил сразу. Я очень рада, что я обратилась в удачный проект. Я благодарна всем строителям, дизайнеру, всей съемочной группе. Благодарна всему этому проекту, что сделали такую красивую дачу, о которой можно было только мечтать. Думаю, папе очень понравится. Да, папа нашу дачу просто не узнает. Приятно дарить людям хорошие эмоции. Такие моменты хочется запомнить навсегда. Уют, который мы создаем, может дойти и до вашего дома. Пишите нам. Ну, а пока... Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»